Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули вновь на мой канал. Сегодня у нас с вами такой микс роллы и грузинские хинкали. Все то, что я так сильно люблю. У нас Калифорния и еще вот такие вот роллы с огурцом. Давайте приступим. Здесь у нас имбирь, соевый соус и, конечно же, соус для грузинских хинкали. В общем, если вы хотите приготовить такие же красивые, вкусные грузинские хинкали, то я вам обязательно оставлю внизу рецепт. Так что переходите. А мы с вами приступим. Надеюсь, что все это я смогу съесть, потому что выглядит это все супераппетитно. Хотя время уже поздно, уже девятый час. Но я, скорее всего, завтра вам выложу этот влог. Ой, влог. Мукпанг завтра выложу. Вот. Хочу научить себя не сразу выкладывать видео, а чтобы у меня всегда в запасе был материал. У меня абсолютно нет силы воли. Сняла. Сразу нужно выложить. По-другому просто никак. Вот такая вот Калифорния. Макаем. Я сейчас немного поем, я просто ужасно голодная. Сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы, которые вы мне задаете в инстаграме. Если вы хотите, что в следующий раз ваш вопрос прозвучал, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка будет внизу. Как я делаю? Я объясню. Я ставлю пост в истории с вопросами. И вы задаете там свои вопросы. Это все идет в архив. И каждый раз, когда мне нужен вопрос, я как раз таки залазю туда и отвечаю. Лиза Краснова задает вопрос. Айка, расскажи, пожалуйста, про самый лучший подарок в твоей жизни, когда это было и с чем связано. Лучший подарок для меня измеряется не в денежном эквиваленте. То есть лучший подарок это не значит самый дорогой там подарок. Супер. Знаю, что мама с подругами поехала в Москву. У нее был свой бизнес. И время от времени она ездила в Москву за товаром. И один раз мама вернулась с коробкой. Я представить не могла, что в этой коробке. В тот период я была подростком 13-14 лет. Я просто обожала косметику. Но мама всегда говорила, что зачем тебе столько? Не надо. Вот покупаешь. Это все лежит. Она до сих пор мне все это говорит. Но я все равно продолжаю покупать. Я открываю коробку. И там, прикиньте, 14 лаков для ногтей. Разных цветов одного бренда. Я так сильно обрадовалась. Вот этот подарок, это был лучший подарок в моей жизни. Оттуда, говорят, канцелярию, там, не знаю. Все то, что мне и так, и так купят. А это такой подарок был, который просто так в обычный день мне бы не купили. Я, наверное, года три каждый, не знаю, раз с разноцветными маникюрчиками. Там, не знаю, какие-то узоры выделывала. Первое время мне даже жалко было ими пользоваться. Представляете? В детстве намного эмоциональнее относишься к подаркам, нежели сейчас. Я себе вчера, кстати, сделала подарок. Время от времени, когда мне нефиг делать, я захожу в Sunlight. А почему я туда захожу, как вы думаете? Я смотрю блогера, и она время от времени там что-то покупает. И вы знаете, что реклама такая сделана для дураков. Вот как раз-таки тот дурак. Мне блогер что-то говорит, все, я хочу. Хочу такое же. Она пиарила Sunlight. Я что-то там решила опять зайти. Вы знаете, что я серьги там брала. Приглянулось мне такое красивое кольцо. Просто офигела. Вот, кстати, это кольцо. Ну, как можно было его не купить? У меня просто такая проблема. У меня получается вот безымянный палец. Это 15 размер. Ну, так, чтобы вы знали, что этот палец у меня 15. Ну, да. Поняли, да, мой намек? Суть заключается в том, что у меня пальцы очень тонкие и мне тяжело найти размер. Особенно у нас здесь в боку. Я не знаю, на кого они привозят эти кольца, но они все 17, 18. И постоянно мне говорят, вы можете пойти отдать ювелиру. Он вам уменьшит. Однажды я уменьшала кольцо. После этого выпал там камень. Уменьшилось и грамм. Плюс ты платишь за работу ювелиру. Уменьшается в граммах твое изделие. Плюс этот геморрой. А там в приложении прям любой размер есть. Я заказала тот размер, который мне нужен. Очень красивое кольцо по мне так. Я купила что-то в районе 9000 рублей. На следующий день заглянул туда, а там оно уже 10 стоит. Вот эти вечные у них ликвидация товара, распродажа. Мы закрываемся. Немножко, если честно, как-то глупо. Потому что если смотреть на цену, которая была изначально, она перечеркнута, и написано 70% скидка, ты понимаешь, что это просто заоблачная цена. Ты смотришь на грамм изделия, смотришь на изделия и не понимаешь, за что эти деньги. Например, я, вот возможно вы не согласны со мной, я бы не дала деньги на серебро пандоры. Это очень дорого для серебра. возможно у вас пандоры стоят дешевле, но у нас как-то дороговато все это дело стоит. То есть чуть-чуть прибавить и можно золото взять. Я все-таки люблю золото. И вы знаете, как назло мне все всегда дарят серебро. Как будто чувствуют люди. Там вы июльный брат на день рождения, не знаю. какие-то родственники, даже Шелли один раз подарила мне серебро. Абсолютно не мой металл. Короче, заказала колечко и сделала себе подарок. А что касается парням? Одна девочка написала в комментариях, что твой парень всего тебе подарил букет. Ты столько стараешься, работаешь как пчелка, столько снимаешь видео, а он даже не может тебе что-то стоящее подарить. Я не знаю, вам говорила или нет, мы на мой день рождения заказали косметику. Он оплатил, это все приедет, я вам покажу. Внутри есть сок нереально вкусный. Спасибо всем за подписочку. Постоянно работать девочке тоже нельзя. Надо себя баловать, баловать едой, баловать иногда какими-то вещами. я одно время хотела экономить, вы знаете, я хотела перейти на минимализм, не покупать всякую фигню, но вы знаете, я настолько несчастно себя чувствовала, мне оно надо. Шоппинг, я не знаю, возможно, мне надо к психологу, но шоппинг для меня это какая-то терапия. Следующий вопрос. Айка, удаляешь ли ты плохие комментарии? И как относишься к людям, которые пишут гадости? Я могу сказать так, я просто блокирую людей, которые пишут гадости, и, естественно, все их комментарии на моем канале автоматически удаляются. То есть это то же самое, как в инстаграме, по-моему, даблокируешь человека, и все, что он писал за весь промежуток времени, все это удаляется. Почему я так делаю? Я могу объяснить. Лучше пусть будет меньше подписчиков, но те, которые тебя любят, поддерживают, чем те, которые тебя обзывают, выводят на эмоции. очень вкусно. Очень вкусно. Поэтому я блокирую. Не вижу здесь ничего плохого. Не могу сказать, что прям так много хейта на моем канале. И мне кажется, как раз таки это из-за того, что я просто чищу это все. блокирую, удаляю. Если это не делать, то есть какое-то стадное чувство. Один написал, все начинают писать это. Поэтому я считаю, что все-таки нужно блокировать некоторых людей. Одна девушка мне пишет, вот и не угомонишься. Сколько снимать можно? Сколько зарабатывать можно? У меня просто такой вопрос, а вам кто мешает снимать? Я снимаю, потому что люди это смотрят. Я ответственно отношусь к своей работе, к своему хобби. то есть если вас так это бесит, то вы тоже можете стать одной из тех, кто снимает. Почему нет? Может у вас тоже получится. Зачем вот эту агрессию выливать? вот так вот. Но это глупо, ребят. На этом все, мои хорошие. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Мне будет безумно приятно, если ты подпишешься. Всем желаю приятного аппетита, удачного дня. Пока.